Мне отрадно видеть сегодня, что мы вместе поднялись против великанов и, держась за руки, побеждаем их один за одним. Я думаю, что Голиаф до сих пор не знает, кто смог его победить. Победила же его сила Иисуса Христа. Мы с вами продолжим разговор о том, кто такой Иисус. Сегодняшняя наша тема звучит так, и Иисус — это тайна. Много лет назад я помог одному предпринимателю продать его фирму. И он тогда сказал мне, «Питер, поехали вместе со мной в Израиль». Я хочу, чтобы мы занимались благотворительностью. Хочу инвестировать в добрые дела. Это было заманчивое предложение, к тому же в моем личном списке желаний был пункт «Понырять в Красное море». И я согласился. Однажды мы поехали из Иерусалима в Эйлад, мы были четыре часа в дороге, чтобы полчаса понырять и вновь пуститься в четырехчасовой обратный путь. Мы ехали по пустыне по направлению в Иерихон, вдоль Мертвого моря, потом через другую пустыню. И вот мы на берегу Красного моря. На протяжении всего длинного пути мы видели лишь песок, горы, скалы, камни, пустынные земли. Стоя там, я думал, ничего особенного я не вижу. И вот я нырнул в Красное море. «Погрузившись под воду, я увидел одно чудо за другим». Как же это было прекрасно. Для того, чтобы открыть тайну Иисуса и всю жизнь видеть перед собой чудо за чудом, вам нужно погрузиться в Иисуса Христа и делать еще один дополнительный шаг, идти каждый раз чуть дальше. Иногда, проходя милю за милей, шаг за шагом, вы думаете, я ничего не вижу, кроме песка и камней. Здесь ничего никогда не будет. Тогда вам обязательно нужно сделать еще шаг вперед, и вы нырнете в Красное море. И вот тогда вы заметите, что все изменится. Я уже говорил в прошлый раз, что в Нидерландах все знают, кто такой Иисус. Но, несмотря на это, Он остается загадкой. И для нас, христиан, Он тоже остается тайной. Он тайна, и Он остается ею. Даже для людей, живших во времена Иисуса, для Его учеников, для Его тесного круга. Каждый раз они спрашивали себя, кто же Он все-таки такой. Они знали, кто Он. Но, увидев знаки и чудеса, усмирение, бурь, они все же задавались этим вопросом. Так кто Он такой? Откуда берет начало Его Слово? Его чудеса и знаки не приоткрывают нам тайну. Они, наоборот, делают ее еще большей. Мы в самом начале познания Иисуса. Но познать Его до конца невозможно. Апостол Павел так описал Его. Он преизобильное богатство. Другими словами, Он слишком огромен, чтобы Его объять. Он преизобилен. Он неисчерпаемая мудрость. Мы, люди, не можем понять Его до конца. Не можем понять ход Его мыслей. Не можем обосновать Его действия. Его пути всегда выше наших. Его мысли выше наших мыслей. И вы бесконечно будете удивляться тому, кто Он такой. Что такое тайна? Я подумал, что можно сравнить этот вопрос с телевизионной программой «Кто крот?». Я вам честно скажу, я ее не смотрю. Она мне неинтересна. Я не слежу за тем, что там происходит. Может, среди присутствующих есть кто-то, кто думает, «Ну да, я слушаю вас, но мне совсем неинтересен Иисус. Поэтому я не углубляюсь в эту тему». Но вы не можете себе позволить не иметь никакого мнения об Иисусе. Я уже говорил, что сам факт того, что 2021 год спустя имя Иисуса еще всех на устах. Неважно, молитесь своему, жалуетесь на жизнь или упоминаете имя Его от удивления. В мире нет больше такой личности, чье имя на протяжении всей истории человечества упоминается так часто. И в тот момент, когда вы скажете, что вы современный человек, а не тот, кто жил в средних веках, что вы живете в 2021 году, то вы признаете, что 2021 год от Рождества Христова, и этим самым вы подтверждаете, что Иисус пришел в этот мир и принес в Него радикальные перемены. Поэтому мы ведем летоисчисления от Его рождения. Будь мы христианами или нет, неважно. Только этот факт должен вас подтолкнуть к более глубокому изучению того, кем был Иисус, как Он думал и что говорил. Что я действительно знаю про программу «Кто кроп?» Это то, что, когда вы начнете ее смотреть, вам захочется разгадать тайну. Знаний же вам всегда будет недоставаться, и вы будете с нетерпением ждать следующего выпуска. В нашем сегодняшнем выпуске, да и во всех предыдущих, мы можем лишь немного прикоснуться, почувствовать неиссякаемую мудрость и неисчерпаемое богатство нашего Иисуса. Но если вы самостоятельно нырнете в это море, то вы ощутите голод познания, и вы, как и я тогда, будете рады проехать 400 километров за день просто ради тех 30 минут, что вы можете почитать Библию, потому что вы хотите узнать, как все устроено. Вас больше не устраивают общие фразы. Вы хотите знать, кто он такой. Если же вы не будете узнавать, то церковь для вас останется тем же, что и камни, песок и вода. Ничем неизведанным тайной. Даже если вы всю жизнь будете ходить в церковь. Как же раскрыть тайну? Нужно любить разгадывать загадки. Находить ответы, которые можно найти, но не на поверхности. Почитаем притчи из книги мудрости. Самого мудрого из когда-либо живших на земле. Если будешь призывать знания и взывать к разуму, мы называем это молитвой. Если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость из уст его знания и разум. Бог подарит вам сокровища. Мудрость, знания и разум. Вы откроете для себя, насколько он богат и мудр, и начнете понимать, кто он, какова его неисчерпаемая любовь. И вы найдете познание о Боге. Но этого не случится, если вы в воскресенье решите, «Нет, лучше я своими делами позанимаюсь. Я был в школе, сдал аттестацию. Я не знаю, по сути, что такое аттестация. Радуйтесь. С таким образом мышление тайны Иисуса вы не откроете». В Библии говорится, что вам нужно погрузиться в нее. Стих 6. «Ибо Господь дает мудрость из уст его знания и разум». Я вырос в церкви, но так и не знал Бога. И вот в 1993 году я начал искать Бога. Мы ходили в церковь, но совершенно не знали Бога. В тот период я день и ночь читал Библию. Я должен был узнать, как все устроено. Я тогда много путешествовал, а это самолеты, аэропорты, ожидания, гостиницы. Я все время читал Библию. Повторюсь, я должен был узнать, как все устроено. Я буквально притворял в жизнь стих 3 из притчей. Я много читал. И у меня возникало также много вопросов. Я о каких-то вещах даже и не слышал, и не знал, что это вообще было в Библии. Но я начал тогда молиться и просил познания. Я хотел узнать, как же все это устроено. Если сказано в Библии, «Дарован вам Святой Дух, Дух вас, кричащий, да здравствует Отец, быть отмеченными Святым Духом, силой Господней и даром Духа, я хотел, и хочу узнать, как же это, я хочу испытать все сам». И он сказал мне, «Да». Я читал это между строк, но еще не мог полностью осознать. Наша жизнь полностью переменилась. Он привел нас с Илоной в другую церковь. Спустя 6 лет мы основали Дорбрекерс. С тех пор прошло 16 лет. И каждый день, с каждым новым открытием, я понимаю, как же мало я знаю, и как мало я узнал о том, кто же он такой, насколько огромны его милосердия, его богатства, его любовь. Он вездесущ. Любовь его необъятна, неизмерима. Она больше и глубже, чем вы себе можете представить. Иисус пришел на землю и был самым первым, сказавшим нам, что Бог — это наш Отец. Он нас научил, что Бог — Создатель земли и небес, наш Отец Небесный. И в контексте знакомства с Отцом Он нам говорит. И я скажу вам, просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите. Всюду, во все двери, в каждый библейский текст. И стучите, и отворят вам. Ибо всякий, просящий, получает, и ищущий, находит, и стучащему, отворят. Наступит момент, вы ищете, и вы молитесь. Бог ведет вас к дверям, а вам нужно быть достаточно голодными, чтобы открыть закрытую дверь и узнать, что же скрывается за ней. И вы стучитесь в эту дверь. Иисус говорит вам, и стучащему, отворят. Иисус говорит нам, когда ребенок просит хлеба, «Никто не подаст ему камня. Отец перероет все, но найдет ему хлеб и откроет, когда тот стучит». Когда вы просите у земного отца рыбы, он не даст вам змею. Если вы просите яйцо, он не подаст вам скорпиона. Если ваши несовершенные земные отцы имеют лишь добрые намерения в отношении просящих, у них детей насколько же больше, насколько же больше сделает наш Небесный Отец, если мы попросим у Него. Разве Он не даст нам того, чего жаждем мы дух мудрости и познания, дух откровения, дух молитвы, дух знания. Я могу продолжать бесконечно. Он самая глубокая мысль, так сказано в Библии. Нам был дарован дух, дух божественный, открывающий нам самые сокровенные божественные мысли, потому что Святой Дух единственный, знающий самые глубокие мысли Бога. И он делится ими с нами так же. И наш разум посылает нам наши мысли, Святой Дух открывает их нам. Что же такое тайна? Давайте мы посмотрим из послания к Колоссинам. Павел пишет тайну сокрытую от веков и родов, ныне, сейчас, с приходом Христа, с Его воскресением, открытую святым Его. Дорогие мои, мы с вами и есть те святые. Мы не грешники. Мы святые, праведные дети Божьи. И все это открыто для нас, все то, что есть тайна, которым, то есть нам, благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы. Христос в нас, в центре нас, это и есть тайна. Самая первая тайна, первая тайна, Бог недалеко на небе. Тайна в том, как говорит Бог, мы живем в Нем и двигаемся в Нем и дышим в Нем. Он тут с нами на земле, вы вдыхаете и выдыхаете Его. Он ближе к вам, чем сидящий рядом с вами человек. И в Библии сказано «вы Иисусе» для Иисуса, через Иисуса. Было создано все, и все существует лишь благодаря Ему. То есть Он не невидимый. Иисус видим. Он это все хорошее, что существует в этом мире. Иисус во всем, в деревьях, в растениях, в солнце, в звездах, в лоне. Он в смене времен года. Его видно в обращении земли вокруг солнца, в устройстве мироздания. Во всех трехстах, шестидесяти пяти днях в году, семи днях в неделе, даже когда вы смотрите на свои часы. И там Он есть. Когда вы водите машину, и навигатор коммуницирует со спутниками, и все точно сходится, все это совершенство и точность. И есть Иисус Христос, ведь все было сделано в Нем, для Него, через Него, и Он держит все концы и несет все на себе. То есть Иисус таинственным образом присутствует во всем, что вас окружает. И вам не разгадать эту тайну, просто сказав, ну, где же ты? Или почему же, где же сокрыта тайна? Кто же здесь? Где же Бог? И кто Он такой? «Кто такой Бог? Где Он? И как Он работает?» Если вы зададите все эти вопросы, то вы проникнете внутрь тайны. Вам откроются многие вещи. Вы увидите хорошее. В Библии сказано, что самая большая ошибка, которую делают люди, увидев все хорошее от Бога, это не восхваляют и благодарят Его, а поклоняются и молятся Ему за все то, что увидели, вместо того, что невидимо. И вы все больше и больше видите Его, и как Он работает, и вы проникаете внутрь Его божественной тайны, начиная разговор с Ним, просто начав разговор, искать, спрашивать, молиться и стучать. И вы заметите, что Он даст вам новые отношения, связи. Он наполнит вашу жизнь, и шаг за шагом, а вы все больше будете открывать Его. Вторая тайна, мы дом Бога, Христос вас означает, что мы и есть дом Бога. Он не где-то далеко на небе, мы и есть дом Бога. Тайна в том, что Бог, создавший небо и землю, неисчерпаемый, мудрый и бесконечно богатый, опускается к нам и живет в нас с вами, несмотря на все наши ограничения, на все наши недостатки. Мы непригодны быть храмом для совершенного Бога. загадка в том, что Бог сам делает нас святыми, делает нас совершенным храмом. Само Его присутствие делает нас совершенными. В тот самый момент, когда мы впускаем Его в себя, мы становимся святыми, праведными и совершенными. Идеальным домом Бога, идеальным божественным домом. когда мы листаем ленту аренды домом, мы не хотим жить в них, но Боже говорит нам в тот момент, когда я прихожу в дом, Он идеально подходит для меня, мы и я. Мы благодать Божия, но только не от того, кто мы есть. от того, кто живет в нас, Он делает нас благодатью Божией и Его совершенством. Иисус говорит в откровениях, смотри, я стою у дверей и стучу. Мы стучимся, чтобы найти Его, но и Он тоже стоит и стучится в наши двери, говоря, можно ли мне войти? Иисус никогда себя не навязывает. Иисус стучится и спрашивает, а можно ли «Если вы впустите Меня, то Я хочу быть домом вашим и хочу обедать с вами». Открыть Иисус означает открыть свои мысли Ему, открыть свои чувства Ему. Что я чувствую? То же ли самое чувствует Бог? Впустить Бога в свои отношения? Могу ли я служить в отношениях? Или же я только принимаю? Открыть Богу свой бумажник. Кто я? Щедрый даритель или же жадный владелец? Кто я? В Библии есть притча о коррумпированном богаче Закхее, действовавшем заодно с врагами народа. Он присваивал богатство себе за счет простого народа. Попридержу-ка я свой рассказ во избежание дискуссий. Закхей взбирается на фиговое дерево. То же самое фиговое дерево. То оно или же не то, я не знаю, просто одного и того же вида. Фиговое дерево, проклято Иисусом. Он говорил, что оно больше никогда не будет приносить плоды. И вот сидит он на фиговом дереве, не фиговый плод, а проклятый, закоренелый, коррупционер, предатель. Можете сами продолжить этот позорный список. И вот он сидит на дереве. Иисус прохлюл лишь деревом. Но вот сидит на том дереве человек, и бог стучится в его двери, говорит ему, Закхей, мне сегодня нужно войти в твой дом. Точно так же и сегодня после этой программы Иисус может постучаться к вам и сказать, я хочу жить с вас. Ваш несовершенный дом станет моим домом. Если я в него войду, то он будет совершен. Я стучусь в дверь. Можно ли мне войти? Закхей радостно отворяет. Входит Иисус. Иисус не осуждает его. Никаких обвинений. Иисус не говорит о его прошлом. Иисус не начинает проповедь то, что очень любят радикальные христиане. Я оторву вам уши и нос за ваши дела. Но лучше вы так попадете в рай, чем сохранив уши и нос прямиком попадете в ад. Это выдернуто из библейского контекста тем, кто его совсем не понимает. И вы сами заметили, наверное, что религиозное христианство так же безжалостно, как и Талибан. Иисус так не поступает. В тот момент, когда Иисус входит в ваш дом, и вы открываете Ему двери своих мыслей, чувств, отношений, финансов, вы пускаете в себя Иисуса. Вы загадочным способом, сами того не зная, как, начинаете меняться. Многие из нас, уже много лет, живущие с Иисусом, сказали себе сейчас, вот это «Да, я никогда об этом не думал, что я так изменюсь, я совсем не тот, кто я был тогда, и как же это все могло произойти?» Я этого не знаю, это загадка. жадный, корыстный Закхей превращается в щедрого дарителя. Он говорит, «Я дам в четыре раза больше всем тем, у кого я украл. Я дам половину своего имущества беднякам, и без сомнения, у него еще много осталось. Вы хотите измениться, но не знаете как? Это очень просто. Откройте двери Иисусу. Если вы впустите его, все изменится. Если он внутри, то он постучится в каждую вашу дверь. Если он в вашем доме, то он постучится в двери ваших мыслей, в двери ваших отношений. Он спросит вас, кто же там за этой дверью, в дверь ваших финансов, как же вы в этом вопросе себя ведете? Он постучится в дверь ваших эмоций и чувств, а кто же там? И каждый раз спросит вас, впускаете вы меня или же нет. В какие комнаты вашего дома можно войти Иисусу? В какую дверь ему нельзя постучаться? Есть ли у вас такие двери, куда запрещено входить Иисусу? Я думаю, что именно эту дверь вам следует открыть ему. Может быть, это ваши отношения? Может быть, это дверь, ваш банковский счет? Может быть, это дверь, ваши чувства, ваши мысли? Вы знаете сами. Он же никогда не будет принуждать вас. Он лишь будет стучать. Он уже сделал это сегодня. И это ваш выбор, открыть или нет. В чем же тайна? Иисус лишь постучался и вошел. Он ничего не сделал. Он лишь живет в его доме. в чем же спасение? В том, что прежний Закхей мертв, а новый родился. И вот мы подошли к третьей тайне. Бог избрал нас, Иисус выбрал Закхея. Давайте почитаем. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Он не только наш Отец, но и Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Он избрал нас, людей, прежде чем создать этот мир. Он возлюбил нас еще до нашего рождения. Он любил нас и тогда, когда мы, а может быть и сейчас еще, ведем себя как враги его. Но его любовь нисколько не изменилась. Ему не важно, что вы его враг. Он любит вас, он терпелив, он продолжает стучать, даже когда мы пришли к вере, но мы падаем и запинаемся. Он никогда не изменит свою любовь к вам. В его любви мы всегда праведные, святые и незапятнанные. Апостол Иоанн говорит нам, знаете, мы так любим его потому, что он первый возлюбил нас. Мы же любим его только потому, что он любит нас. Мы любим его той любовью, которую он нам отдал, той безусловной любовью, бесконечной и неизмеримой любовью. Я хочу закончить наш выпуск четвертой тайной. Я попрошу вас сейчас всех встать. Надеюсь, вы сможете. Если вы не хотите, то вы можете остаться сидеть. Мы свободны в этом доме. У нас нет такого обязательства. Итак, же я назову вам четвертую тайну. Я всегда очень рад назвать ее. это самое лучшее, что нам предстоит испытать. А мы с вами не знаем точно, что нам уготовано. Это загадка. Это тайна. И в то же время это то, на что мы с вами все надеемся. Четвертая тайна. Мы станем бессмертными. Мы станем бессмертными. Давайте прочитаем. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Как же это круто. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными. А мы изменимся. Спасибо Господе, посылающий нам спасение через Господа нашего Иисуса Христа. Так давайте же прославлять Его, восхвалять Его имя, возвеличивать Его во имя нашего Господа Иисуса Христа, как глубоки эти четыре тайны. Мы будем жить вместе с Ним вечно. Мы никогда не умрем, а воскреснем в Нем.